Какие меры поддержки сейчас существуют в крае для того, чтобы медицинский работник мог проходить данные подготовки на бюджетной основе? Медицина на месте не стоит, и молодому специалисту необходимо учиться всю жизнь, чтобы помогать людям. Можно ли повышать квалификацию за счет средств краевого бюджета, спросили в Рио губернатора выпускники Меда. Тот адресовал вопрос своему заместителю по социальной работе. 200 человек в год, как минимум, можем спокойно отправлять на повышение квалификации, на стажировки ведущие вузы. Кроме того, у вас у всех обучение в ординаторе за счет краевого. Краевая ординатура есть, и обратите внимание, там и стипендия платится, и она существенно выше, чем федеральная. Не секрет, что одной из проблем здравоохранения края является устаревшее и изношенное оборудование в медицинских организациях. Вопрос меры, какие будут предоставлены. В этом году для Хабаровского края будет приобретена 361 единица медицинского оборудования на сумму в 143,5 миллионов рублей. Томографы и другую современную технику поставляют в регион. Но вот специалистов, которые бы могли работать с ней и помогать людям, нет. Самое важное, чтобы каждый инструмент медицинский, чтобы любая единица оборудования была в практическом применении на постоянной основе. Мы потом выезжаем и видим, что часть оборудования стоит. Главврачи разводят руками, говорят, да сейчас там доучится в ординаторе пару лет. Но потом придут к консуруты и будут его использовать. Нас, конечно, это не устраивает. Молодые врачи необходимы в краевой больнице имени профессора Сергеева. Новые направления, центры трансплантации, коллапрактологии требуют подготовленных кадров. На базе больницы уже полтора года работает центр наставничества. Доплаты получают и молодой врач, и опытный наставник, которые каждый месяц сдают экзамены. Если, не дай бог, они не сдали экзамены, мы им не доплачиваем, а самое главное, не доплачиваем учителю. И эта система очень эффективно работает. Почему? Потому что в течение года наши молодые специалисты проходят. Ну, допустим, берем врача, анестезиолога, аниматолога. Он проходит все операционные, какие только у нас есть. По результатам опроса, который провели на встрече с главой региона, молодых специалистов больше всего волнует проблема покупки собственного или предоставления служебного жилья. Дмитрий Демешин подчеркнул, есть ряд программ, которые позволяют медицинским работникам не волноваться об этом. Мы предоставляем жилье врачам в сельских территориях бесплатно или на хороших условиях аренды. Мы будем строить арендные дома, и это решение уже принято. Ну и дополнительные социальные пакеты, как доплаты из краевого бюджета, достаточно крупная краевая единовременная выплата при приезде в сельскую территорию. Это все предусмотрено. Сфера здравоохранения в Хабаровском крае испытывает острый дефицит квалифицированных кадров. Больницы и поликлиники укомплектованы врачами на 59%, младшим и средним медперсоналам примерно по 65%. В рамках программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и кадры для здравоохранения специалисты получают на руки до 2 миллионов рублей. Наталья Чернышева, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.